Наша жизнь проходит через испытания нестабильности. Предсказания о будущем смутны. Наш мир уже не будет прежним. Все то, что значило порядок и безопасность, исчезло. Что же будет с нами? Мы находимся в кульминационной точке важных вопросов нашей Земли. Что делать? Библия дает нам удивительные ответы. Библейские пророчества полны света. Приглашаю вас исследовать их вместе. Добро пожаловать, дорогие друзья! Как и обещал вам во вступлении, мы начинаем удивительное путешествие, изучая Священное Писание, и именно книгу Откровения. Итак, тема нашей встречи — наибольший сюрприз книги Откровения. Посмотрите, пожалуйста, на эту картину. Кто из родителей не смотрел в глаза своего новорожденного ребенка, задаваясь вопросом? Какое будущее уготовано моему малышу? Будет ли мир безопасным местом, в котором смогут расти мои дети и внуки? Также я думаю о многих других вопросах, которые могут беспокоить нас. Например, контролирует ли кто-нибудь этот мир? Мы читаем разную информацию, разные новости слышим, и люди спрашивают, можно ли где-нибудь найти достоверную информацию о будущем? Кому мы действительно можем доверять? Священное Писание в книге Второзакония, глава 29, стих 29, говорит, «С открытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века». Более 2500 лет назад Бог открыл одну из Своих тайн древнему языческому царю. И открытая им весть крайне важна для нас и для наших детей сегодня. Она вселяет в нас надежду и уверенность в том, что судьба мира находится в Божьих руках, и однажды он положит конец болезням, страданиям, войнам, нищете и смерти. Сегодня мы совершим путешествие в истории и узнаем планы Божьи для этого мира. Общий девиз наших встреч — следующий. Мы видим его на экране. Если это есть в Библии, я этому верю. Если это расходится с Библией, это не для меня. Наше изучение сегодня продемонстрирует эту истину. Слово Божье является абсолютно надежным. Давайте перенесемся назад во времени около 600 лет до Рождества Христова в опочивальне одного древнего царя. Однажды ночью царю Навуходоносору, царю древней Вавилонской империи, приснился сон. Пробудившись, он не мог его вспомнить, но знал, что это должно быть нечто большее, чем обычное сновидение. Действительно, это был сон от Бога, краткое изложение истории последующих двух с половиной тысячелетий. Даниил, 2 глава, 1 текст. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. Царь был весьма обеспокоен. Он призвал своих мудрецов, магов, астрологов, чародеев и халдеев в царский дворец. Он сказал им, «Расскажите мне сон, который я видел прошлой ночью, и скажите его значение. В чем смысл моего сна?» Мудрецы ответили, «Царь, вовеки живи. Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Царь Навуходоносор был расстроен. «Я не знаю, что мне снилось. Бог таинственным образом отнял у меня память». И он продолжил. «Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Другими словами он говорит, «Не притворяйтесь, что знаете, если вы в действительности ничего не знаете. У вас должна быть возможность заглянуть в будущее. Докажите мне это сейчас. Скажите, что мне снилось». Халдеи запротестовали. «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю». И это было правдой. Никто на земле не мог выполнить просьбу царя. Только Бог Небесный может показать то, что снилось царю в его спальне. Только Бог Небесный может точно и безошибочно открыть будущее. Новости о повелении царя дошли до пророка Даниила. Даниил не был экстрасенсом, но он был одним из мудрецов царя. Когда Даниил спросил, почему он должен быть убит, Орех, палач рассказал ему историю о сне. Итак, Даниил вошел к царю и сказал, «Царь, дай мне время. Позволь мне идти и молиться, прося у Бога Небесного, чтобы Он открыл мне сон, который ты видел в своей опочивании. Бог Небесный откроет мне будущее. Я вернусь и объясню, что тебе приснилось». Царь принял предложение Даниила. В ночном видении Бог открыл сон и его истолкование своей слуге Даниилу в ответ на его молитву. Женщины и мужчины, которые молятся сегодня, могут получить ответ на их молитвы. Запомните, пожалуйста, Бог заинтересован отвечать на любую искреннюю молитву. Если мы искренне обращаемся к Нему, и так Даниил продолжил молиться. Книга Даниила, 2 глава, 23 текст. «Славлю и величаю тебя, Божий отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу». И тогда Даниил пошел к царю и сказал ему, что, хотя это правда, что ни один мудрец, ни астролог, ни маг, ни предсказатель, не может открыть его сон. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Это пророчество открывает нам ход истории в потоке времени. Начиная от дней Даниила, оно показывает нам судьбы народов Вавилон, Медоперсия, Греция и Рим. Оно простирается до времени, разделенной Европы. Даниил 2, 31. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его». «У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрева его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. «Ты видел его, да коли камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». Вот сон. Скажем, пред царем и значение его. «Ты царь, царь царей, ты — это золотая голова». Золотая голова символизировала Вавилон или царство Навуходоносора. Царство Навуходоносора правило миром с 605 года по 539 годы до н.э. Навуходоносор создал одну из самых сказочных империй во всем мире. Его царство было щедро украшено золотом. Вавилон был самым богатым царством на земле в то время. В нем находились роскошные сады, включая висячие сады одной из чудес древнего мира. Периметр города Вавилон был 16 километров. Вавилон превосходил другие известные города древности. Как, например, Рим имел в периметр всего 9,6 километров. Афины — 6,4 километра. Храм Мардука был 91 метр в высоту. Снаружи он был покрыт голубой глазурованной плиткой. Внутри обложен золотом. Только для украшения этого храма Навуходоносор использовал 18 тонн золота. Вы понимаете, почему бог использовал символ золота для описания Вавилона? Поскольку его главный бог Белмардук восседал в роскошном золотом храме. Белмардук, главный бог Вавилона, был золотым истуканом на золотом троне, перед золотым алтарем рядом с золотым светильником. Только для алтаря и трона было использовано 8 тонн чистого золота. Неудивительно, что бог сказал Навуходоносору «Ты — это золотая голова». Грудь его и руки его — из серебра. После Вавилона появилось другое царство. Медяне и персы свергли вавилонян. Вам не придется догадываться о смысле пророчества, что символизирует грудь и руки из серебра. Пророк говорит, «После тебя восстанет другое царство». Библейское пророчество предсказало, что правление Вавилона не будет длиться вечно. Восстанет другое царство. История показывает, как именно это произошло. В Данииле 5 главе царь Валтасар, внук Навуходоносора, устроил пьяное пиршество для тысячи своих вельмож. Вино текло рекой, играла музыка, знатные мужчины возлежали рядом с богато одетыми вавилонскими женщинами. В самый разгар пьяного разврата, чарующей музыки и отвратительной безнравственности Бог прервал пир Валтасара. Бледного цвета рука написала на стене эти слова. «Мене, мене, текел у парсин». «Мене» означает «Исчислил Бог царство Твое и положил конец Ему». Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. «Перес» означает то, что разделено царство Твое и дано медианам и персам. Толкование Даниила можно проверить с помощью любой хорошей книги по истории Вавилона. Кир, полководец Объединенной армии Мидии и Персии, не спроверг гордое вавилонское царство. Однако Даниил не был единственным, кто предсказал это. На самом деле, Бог назвал Кира по имени приблизительно за 150 лет до его рождения. Посмотрите на это удивительное пророчество Исаии, написанное где-то около в 680-е годы до рождения Христа. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. Я сниму поясы с чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись». Именно так и произошло. Его солдаты вырвали каналы, чтобы отвезти и высушить реку Ефрат. Прошли под стенами Вавилона и проникли внутри города. Библия — необычная книга. Когда мы открываем Слово Божье, мы открываем Слово Живого Бога. Его пророчества действительно верны, потому что они подтверждены историей. Даниил продолжает. И еще третье царство, Медное, которое будет владычествовать над всею землей. Александр Македонский возглавил свои войска, облаченные в брозовые доспехи, одетые в брозовые шлемы, бронзовые нагрудники с бронзами, щитами и мечами в руках, греческие войска господствовали в мире. Вавилон, Медоперсия, Греция. Но будет ли Греция править миром вечно? Даниил, 2 глава, 40 текст, сказано. А четвертое царство будет крепко, как железо. Великий английский историк Эдвард Гиббон, хотя и не был христианином, доверяющим Библии, писал в своей книге «Закат и падение Римской империи». Золотые, серебряные и медные изображения, которые могли бы служить олицетворением наций и их королей, были одно вслед за другим раздроблены железным владычеством Рима. В самом деле так и случилось. Рим господствовал в мире 168 года до рождения Христа по 476 года после рождения Христа. Именно во дни правления Рима Иисус Христос родился как младенец. Иосиф и Мария, спасаясь от преследования Ирода, правителя Римской империи, отправились в Египет. Иисус был осужден римским наместником и распят римским солдатом. На протяжении более чем 500 лет Рим казался непобедимым. Его флаг развеялывался от Британских островов до Персидского залива, от Северного моря до пустыни Сахара, от Атлантики до Ефрата и далее. Одна из величайших империй в мире. Что же предсказала Библия? А что ты видел? Ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. В Библии нет пророчества о пятой господствующей империи, которая возникнет после Рима. Она предсказала разделенную империю. На смену Рима не придет еще одна единая мировая империя. Ноги из железа и глины символизируют разделение римской империи. Именно так и случилось. Европа была разделена, как предсказано в пророчестве. Барварские племена напали на Западную Европу в середине IV века. Во время их опустошительных набегов Римская империя была разделена точно так, как предсказано в Библии. Один человек в Европе однажды спросил проповедника, «Откуда вы знаете, что Библия истина?» «Сер, доказательство у вас под ногами», — ответил он. «Что вы имеете в виду?» «Земля у вас под ногами доказывает это». Проповедник объяснил. «Библия предсказала, что Европа будет разделена. Сегодня Европа в точности исполняет это пророчество». Скептик был поражен. Библия продолжает и говорит, «А что ты видел с железа, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною». На протяжении всей истории короли Европы пытались через смешанные браки объединить империю. Известный пример. Наполеон развелся со своей женой Джозефиной и женился на Луизе Австрийской, чтобы установить близкие отношения с той страной. Его дальнейшей целью было объединить всю Европу. Но, как говорится в пророчестве, ему это совершенно не удалось. Библия говорит, «Они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим». Помимо брачных союзов, был еще один способ, с помощью которого политические лидеры попытались объединить Европу. Они пытались достичь своих целей посредством военных конфликтов и войн. Карл Пятый хотел объединить Европу. Ему это не удалось. Карл Великий хотел объединить Европу. Он потерпел неудачу. Наполеон также пытался объединить всю Европу. Он потерпел неудачу. В своем дневнике Наполеон писал о своих амбициозных планах. Будет единая Европа. Будет единая валюта. Будет один язык. Будет одно правительство по всей Европе. Но, когда Наполеон потерпел поражение в битве при Ватерлоу в июне 1815 года, он произнес «Всемогущий Бог оказался мне не под силу». Слова древнего пророчества, написанного сотни лет назад, взывают к нам сегодня. Библии можно доверять. И всем попыткам объединить Европу на любой период времени противостоят эти несколько слов древнего библейского пророчества. Но не сольются одно с другим. Действительно, это пророчество исполнилось в точности. Европа была разделена. Она была разделена на протяжении веков. Карл V, Наполеон, Гитлер, Сталин были потенциальными мировыми лидерами. Все они потерпели неудачу. Вспомните Гитлера. Его пламенные речи воодушевляли множество людей. Его девиз «Один народ, одна империя, один вождь». Всем казалось, что он сможет осуществить свои амбициозные планы и объединить всю Европу. Союзные войска оказались в ловушке. Поражение казалось бесспорным. Но по непонятной причине Гитлер приказал своим танкам остановиться и пополнить запас. Что остановило танки Гитлера? Древнее пророчество в книге Даниила, глава 2 утверждает, что со времен Римской империи Европа никогда не будет единой. В книге Откровение Библия предсказывает последнюю попытку объединить Европу. На этот раз с помощью религиозно-политического союза. Откровение 17 глава, 12 текст по 14 содержит удивительное утверждение. «И 10 рогов, которые это видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Вот значение этого пророчества. На короткий период времени народы и Европы и остального мира сформируют религиозно-политический союз как раз перед пришествием Христа. Обратите внимание на то, как Откровение описывает это временное единство. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Это предсказание, что на один час короткий промежуток времени страны Европы объединятся. Есть ли движение к объединению Европы сегодня? Флаг, который является символом общего рынка Европы, много голосов, а один народ. Евро является результатом усилий, которые направлены на создание единой валюты в Европе. Откровение говорит нам, что будет попытка политического объединения народов, чтобы подготовить почву для власти зверя, который объединит их в религиозно-политический союз под началом одной большой системы. Что будет, если войны, конфликты и беспорядки во всем мире будут происходить одновременно с голодом и экономическими неудачами? Эта идея будет представлена так красиво, а именно объединенный мир, объединенное общество. «Мы все станем одним целым». Библия говорит, что они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Откровение 17 глава 12 и 14 тексты говорят, «Они будут вести брань санкциям, и Агнец победит их». Причина, почему мы не заинтересованы в земном царстве, потому что Иисус обещал нам небесное. Это предсказание в Откровении 17 главы говорит, «Ибо Он есть Господь, господствующих, и Царь царей, и те, которые с Ним суть званны, избранны и верны». История развивалась по плану, предначертанному в пророчестве Даниила и будет продолжать это делать. Политические процессы на этой планете не случайны. События, происходящие в мире сегодня, признак того, что Иисус Христос, Царь царей, скоро грядет. Его возвращение — это единственная надежда мира, стоящего на хрупких ногах из железа и глины. Пророчество Даниила об истукании и пророчество откровения указывает нам на новое время. В книге Даниила 2 главе 34 тексте сказано «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Бог Небесный воздвинет царство, которое вовек не разрушится». Что это за камень, который разбивает истукан? Это скала веков. Иисус Христос, наш Господь. У нас не может быть уверенность в земных царствах, которые появляются и исчезают. Они временные и приходящие. Но мы можем, дорогие, уповать на Божье царство, которое никогда не падет. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. На нашем пути нам обещана помощь и надежда. Камень, оторванный без содействия рук. Сверхъестественное царство Христа скоро грядет и сокрушит все царства этого мира, которые находятся под знамением дьявола. Откровение 11 глава и 15 текст гласит. И седьмой ангел вострубил и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков». Вавилон возвысился и пал, но Христос будет царствовать во веки. Медаперсия возвысилась и пала, но Христос будет царствовать во веки. Греция возвысилась и пала, Рим возвысился и пал, но Господь будет царствовать во веки веков. Римская империя разделилась. Европа поднимается и обрушивается. Великое желание человеческого сердца это мир и безопасность. Мы хотим жить в стабильном обществе, в котором сможем воспитать своих детей без страха, войн, нищеты и страшных болезней. Живем во время одной страшной пандемии, называемой COVID-19, и весь мир находится в страхе. Никто не имеет уверенность в будущее. Тем не менее, Библия, книга Откровения предлагает нам перспективу на будущее. Мы желаем идти в будущее с надеждой, без страха. Пастор Джордж Фишер был миссионером в Западной Африке во время ужасной бойни, гражданской войны в Либерии. Он рассказал интересный опыт, который произошел с ним, когда он преподавал будущим африканским служителям доктрину о втором пришествии Иисуса Христа. Он просто процитировал эти удивительные слова в первом Фессалоникийцам 4 глава 16 текст. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом Будем. Один из его учеников спросил, пастор, что скажет Господь при возвещении? Пастор Фишер ответил, этот вопрос застал меня врасплох. Семинарист повторил свой вопрос, пастор, в первом послании к фессалоникийцам 4 глава 16 текст говорится, что Христос сойдет с неба с громким голосом и возвещением. Я хотел бы знать, что это будет за возвещение. Пастор Фишер продолжает, я хотел оставить вопрос без ответа и сказать ему, что мы не должны идти дальше того, что открыто в Писании. Но я вспомнил встречу, которая состоялась ранее в тот же день с одним беженцем гражданской войны в Либерии. Мужчина, директор школы рассказал мне, как его задержали двое людей из отряда смерти. После нескольких часов пережитых ужасов, во время которых эти люди описывали, как они будут пытать и убивать его, он чудом сбежал. Прячась в кустах в течение двух дней, мужчина смог найти свою семью и бежать в соседнюю страну. Побег стоил ему дорого, двое его детей погибли. суровая жестокость, обрушившаяся на ни в чем неповинных людей, глубоко тронула меня. Я также вспомнил нищих, которых встречаю каждое утро на пути к своему офису. Каждый день я вижу, как бедность разрушает человеческое достоинство. Люди перестают быть людьми и ведут себя хуже животных. Как на меня пристально смотрят пустые глаза людей, которые потеряли всякую надежду. Пастор, вы не дали мне ответ. Что же он скажет в тот час? Довольно, произнес я. Когда он вернется, он воскликнет «Довольно» на лице студента застыло удивление. Что значит «довольно»? Довольно страданий, довольно голода, довольно смерти, довольно жизнь в ловушке, безнадежность, довольно болезни и немощи. Довольно, довольно. Дорогие друзья, однажды он придет, однажды он будет идти на облаках по небесному коридору света, однажды он пронесет самим о всех планет. Однажды земля задрожит, однажды устремив свои взоры ввысь, мы увидим его и воскликнем «Вот он, Бог наш, на него мы уповали, он спас нас». Однажды он придет, и мы будем восхищены в небо на облаках, чтобы совершить космическое путешествие. Я хочу быть готовым к удивительной встрече с Христом. Желаешь и ты? Иисус обращается к вам в этот вечер. Он приглашает вас просить его занять престол вашего сердца, чтобы вы могли царствовать с ним на его престоле всю вечность. Примите твердое решение, взять на себя обязательство серьезно узнать все о Христе и его вечном царстве. просто поднимите свою правую руку. Где вы находитесь? Если ты решил пригласить Иисуса воссесть на престоле вашего сердца, подними руку вверх и скажи в своем сердце «Да, и я хочу быть с ним вовеки». Желаю от всего сердца. Дорогой мой друг, независимо от того, где ты находишься, Иисус Христос придет. «Будь благословен вовеки! Бог да пребудет с вами!» Склоним наши головы и давайте помолимся. Отче наш и Бог наш, благодарим, что ты открыл нам эти истины. Благодарим, что Христос является нашим Спасителем. Боже, эти истины, которые ты нам открыл, согревают наши сердца. Всякий раз, когда мы читаем Откровение, помоги иметь часть с тобою в Царстве Небесном. Вместе со всеми, которые слышат это слово, прошу, даруй всем нам надежду и радость в сердце каждого слушателя и решение, принятое нами, пусть принесет нам вечную жизнь, когда ты придешь. Благодарим за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Жду с нетерпением вас на следующей встрече. Не пропустите. Бог да пребудет с вами. Думаю, Бог с вами. Бог